Доброе утро, дорогие друзья! Ой! У меня, знаете, я о чем подумала? Я подумала о том, что а давайте-ка по кофейку, я его уже, видите ли, размешала. Как я делала кофе? Я покажу вам. Я снимала это на видео, как я его делала. Давайте я вам покажу, как я делала кофе. Ой, мало сахара, сейчас еще сахара добавлю. А вы посмотрите, как я делала кофе. Это такой прям процесс. Как я делала кофе? У меня просто с утра всегда, с утра мне всегда хочется поговорить. Тем более, что в это время дети еще спят. Вот такой натюруморт утренний. Вот. Да, друзья, очень хочется открыть, совсем открыть окно. О, смотрите, как хорошо. Смотрите, смотрите, как хорошо. Какой свежий утренний и еще очень прохладный воздух. Днем уже достаточно тепло. Многие даже в футболках ходят. Но для меня это как-то рано. Но это молодежь в основном. Как здорово. Сейчас по прогнозу 6 градусов. Так, я закрою, вернее, прикрою окошко. Вот так. И вот так. О, вот так. Ну, чайник закипел. Значит, ой, у меня что-то фонарик включился. Смотрите. Чей-то он включился. Ну, ладно, пусть будет. Так даже, может быть, в какой-то степени и лучше. Я даже не додумалась раньше, что... Ой, ой, сыпется сахар. Что можно вот так вот взять, включить фонарик. Не прошло и года. Это... Еще одну ложечку сахара. Мне там девочки советовали не увлекаться кофе. Ну, слушайте, девочки, знаете, все-таки кофе это здорово. С утра чашечка кофе. Я знаю, что это вымывает некоторые микроэлементы. По-моему, калий и магний вымывает. Вот у меня по плану сейчас сходить и... сходить и купить калий и магний. Вот я так думаю. Сейчас налью водички. Немножко насыпала. Изучаю. Не прошло и... Нет, не прошло и двух лет. Ну, скажем так, чтобы более точной быть, не прошло и полутора лет, как я узнала, что время съемки можно включать фонарик. Я не люблю гаджеты, но я без них не могу. Моя любовь к съемке и общению просто невозможно без гаджетов. Я не люблю смартфон, но я его и без него не могу обойтись, потому что у меня же нет с собой ноутбука. Ну и потом, он же со мной постоянно, я могу все снимать. Слышите, бьют часы на башне. Я не сначала, правда, начала, но... И хочу сказать сегодня Изабелле спасибо большое Беллу за эту финансовую помощь, которую вы нам регулярно оказываете. нам действительно это очень-очень помогает. Огромное спасибо. у меня окно все-таки приоткрыто, поэтому периодически, когда что-то будет проезжать мимо, тут у меня помада, я с этой стороны сначала пивнула, теперь с этой стороны, мимо будет проезжать трамвай или машина, это будет слышно. по кофейку. По кофейку. Я, как обычно, просыпаюсь, ой, ложусь спать рано и просыпаюсь тоже рано. Но я об этом постоянно говорю, я знаю. Вот. Вчера легла где-то около одиннадцати, а проснулась в шесть. Да. Вчера с Сережей разговаривала, опять кот пришел, опять он слышит, Сережа говорит, когда, ну вот он общается с кем-то по телефону, по скайпу, никто, ой, кот не приходит, а когда со мной он приходит сразу. Представляете? Ой, вчера у меня вообще такой какой-то вечер был, мне так грустно было, что Сережа там, в Киеве, я тут, я уже по нём так соскучилась, он мне такой добрый, такой, ну в общем понятно, я бы с другим просто не жила бы. Так что мой Сереженька в Киеве, а, я говорила, ой, Сережа, я так волнуюсь, там, вдруг боевые действия усилятся, он говорит, ну я говорю, вот, как же я сказала, а, я ему говорю, как жаль, что ты не можешь выехать сюда, так за тебя переживаю, он говорит, что ты за меня переживаешь, ну вот я говорю, вдруг усилятся эти боевые действия, он говорит, я пойду воевать, и, ну, он мне это уже постоянно говорит, не первый раз, я пойду воевать, ну вот, чувствуется, сын офицера, командира, вот чувствуется, сам офицер, ну да, не с бабушками и детьми воевать, а с врагом воевать, разные вещи, я сегодня, и знаете, когда просыпаюсь, я вспоминаю что-то из детства, из юности, и сегодня я подумала о том, что, когда я переехала в Киев, мы с Галей, в принципе, планировали, ну как планировали, таких четких планов у нас не было, но примерно было такое, у нас же в Киеве еще одноклассник живет Дима Маричев, и вот мы думали, что вот как-нибудь Галя тоже приедет в Киев, и мы втроем встретимся, потому что, вот я не помню, в каком году, то ли в 12-м, то ли в 13-м, Димка приезжал в Николаев, и мы тогда встречались втроем, Галя, я и Дима, мы посидели в барчике, там кофе попили, поболтали вот так вот, и, в принципе, хотелось тоже вот, и я вам когда-то рассказывала, но я еще раз расскажу, это такой смешной случай, по кофейку, но мы все хорошо учились, Галя вообще шла на золотую медаль, но один только предмет ее подвел, ну, скажем, не так предмет, как преподаватель, ну, это такое, это ее личное, так сказать, взаимоотношение, вот, но шла она на золотую медаль, так вот, мы хорошо учились, хорошие ученики, Димка Маричев вообще там, я, ну, у нас еще и Саша Хрестин, и Марина Сухарева, но она сейчас тоже щедровицкая, она сейчас у меня в друзьях, вот, в общем, кто у нас там еще, ну, в общем, у нас был вообще сильный класс и сильные учителя, вот, так вот, был, была, была, я уже рассказывала, годовая контрольная работа по математике, у нас с Димкой был один вариант, я не помню, где он сидел впереди или сзади, и меня что-то, вот, у меня зависла, так сказать, программа, я не могла сообразить, что делать с самого начала, Димка мне каким-то образом, я не помню совершенно, каким образом, в общем, я дал скатать, хотя, ну, у нас хорошая была преподавательница по математике, начало, дальше я уже все, я даже, дальше уже пошла, 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 и уже, так сказать, все сделала до конца, начало у меня вот именно зависла программа, вот, по итогу, по годовой контрольной по математике, которая начала я списала у Димки, я получаю 5, а он 4, у него где-то что-то, где-то какая-то мелочь, Димка такой, как же так, так бывает, это было на математике, и это был, если я не ошибаюсь, 8 класс, с математикой я была очень дружна, хорошо, хорошо понимаю, знаете, из предметов, я вообще вот, я все предметы хорошо понимала, кроме, вот, уже когда дальше, техникум, институт, экономика, слушайте, я могу выучить, я могу рассказать, но я ее не понимаю, я не понимаю экономику, выучить, рассказать могу, так не понимаю, математику я понимаю, от и до, тут все четко, все понятно, химия, физика, как я химию знала, я уже все забыла, но не все, конечно, кое-что я все-таки помню, основные, да, вещи, но, действительно, вот, слушайте, какая я была умница, обалдеть, обалдеть, сам себя не похвалишь, и будешь сидеть, не похвалят ты, вот, это было добро, а еще, тоже, вот, я именно сегодня об этом вспоминала, поэтому я опять повторяю, мы с Димкой Маричевым, что-то я Димку Маричеву сегодня повспоминала, мы с Димкой Маричевым миллион раз говорила, и еще раз не поленюсь сказать, ходили под знаменем на общешкольной линейке, общешкольная линейка, и мы под знаменем, впереди барабанщики, по-моему, впереди знамя, барабанщики, может, барабанщики сзади, вот это я уже не помню, я расстановку сил, вот, значит, мы назывались ассистенты, два ассистента идут под знаменем, барабанщики и знаменосец, да, мы ходили под знаменем, но это был шестой-седьмой класс где-то, вот, насчет восьмого я уже, а, ну, в восьмом я уже не могла, мы же уже комсомольцами были, да, это где-то был шестой, седьмой, седьмой, ну, шестой точно, потому что в седьмом мы уже, нам уже было по четырнадцать, а в восьмом уже было по пятнадцать, а в четырнадцать мы в комсомолстве, у нас было такое прекрасное детство, у нас была такая прекрасная юность, а зло уже зрело, исчадие ада уже набирало силы, он старше меня лет на пять, наверное, сколько ему сейчас, шестьдесят девять, вот, оно уже было среди нас, мы боялись, честно, я боялась, чтобы не началась война с Америкой, как-то я в седьмом классе, осенью, хорошо помню ту осень, лежала в больнице, с воспалением лёгких, да, и вы знаете, мы как-то с девчонками, ну, в палате, да, на ночь глядя, ну, вечером уже, когда темно, разговорились о войнах, об Америке, и так нам стало страшно, что мы вышли из палаты и пошли прохаживаться, чтобы немножко отвлечься, отвлеклись, да, боялись внешнего врага, а враг уже, он родился, даже родился раньше нас, получается, и он уже, как я уже сказала, набирал силу, злобность, ненависть к человечеству, ну, так вот, бывает, а мы боялись внешних врагов, вот, а еще, а еще, мне очень повезло, что я росла во времена Брежнева, когда не было никаких репрессий, когда, ну, да, было дело, выслали Солженицына, я так поняла, что не по доброй воле он уехал, а может и по доброй воле, может, ему просто предложили уехать за, если я не ошибаюсь, за его книгу «Архипелаг Гулага». Я уже училась в техникуме тогда, и я пришла домой, и что-то вот мы говорили об этом, а и я говорю, ну, вот Солженицын, в общем, высказалась о нем, как об отрицательном герое, так сказать, нашего времени, того времени, а папа сказал, ты не суди так, ты же не читала эту книгу, ты же не знаешь, что там написано, мало ли, что пишут и говорят, учись читать между строк, между строк, и слышать как бы истину, вот как-то так он сказал. Я это так запомнила, ну, как, ну, вы понимаете, не дословно, просто вот суть этого я так запомнила. еще хочется поболтать. У меня что-то на вспоминашки сегодня тянет. Вчера я прям с Сережей разговаривала, и у меня прям набегают слезы, я думаю, я не буду его расстраивать, хорошо, что я в очках с ним разговариваю, ему не видно. вот, у меня прям как что-то меня вчера сильно за душу взяло, вот это вот беспокойство, вот это вот соскучивание за ним, по нем, соскучилась по нем очень. Вот, и кот этот мяукающий, приходящий, все это так, знаете, и думаю, я тут живу одним, ну, одним днем, потом как подумаешь, а я не могу туда вернуться сейчас, это не в моих силах, и потом я себе говорю, так, все, я не хочу об этом думать. Помните, как Скарлетт говорила, я не хочу об этом думать сегодня, я подумаю об этом завтра. Ну, вот, как-то так. А, Петя, на мне вот этот вот красивый крестик на красивых моих бусиках. Вот так я сейчас это ношу. И серьги. Вот. И когда мы, смотришь, и ходим, ну, по инстанциям, ну, там надо что-то оформить, что-то еще, Миша говорит, вот какая с тебя беженка, вот, вот это вот все. Я говорю, ну, что, ну, красивый крестик, правда, красивый. Между прочим, вот у моей подписчицы и подруги по Ютьюбу, хоть она и моложе меня, она примерно ровесница моей Мариночки, Таня Заруба, тоже большая. Мы с ней часто встречались у нас в соляных в Николаеве. Вот. И она тоже большая любительница украшений. И у нее вот такие бусики, только темно-синие. Я когда покупала эти бусики, я заказывала вот продавщице Юли, Юля-то была, продавщица такая, такие же цвета сапфира и цвета рубина. Но так и не случилось. И у меня остались только вот эти. Вот такая красота. Они яркие, красивые такие бусы. И главное, что четко-четко под них крестик подходит. И вот эти серьги, на которых было написано, ну, в смысле, на бирочке, было написано, что это изумруды. Я не знаю, насколько это изумруды, но они, ну, не, ну, они реально, они изумрудные изумруды. Вот. Но они-то тоже так четко подходят под это все дело. Вообще. В общем, девочки, как только мы выходим из подвала и нашей жизни не угрожает то зло, которое крепчало все эти годы. Ну, как не угрожает? Оно угрожает всему миру. Но когда вот четко сейчас там сидишь и понимаешь, что над тобой мирное небо, так сразу хочется, опять становишься девочка-девочка, но уже с таким, знаете ли, таким, я бы сказала, опаленным сердечком, таким, знаете, которое уже побывало в огне и уже вот оно уже не такое мягкое, оно уже такое немножко вот опаленное. Кстати, о Юлии Друниной, вот о сердце и о Юлии Друниной. Я вам уже говорила, это тоже одна из моих любимых поэтесс. У нее есть такое тоже четверостишье. Ха! Юлия Друнина. Как хрусталь, так сердце хрупко вмиг разбиться может от обидных слов, поступков и от шуток тоже. А разбив, собрать осколки нужно быть умельцем, только очень будет колким из осколков сердца. Так вот, вот, вы поняли о чем я? Я сейчас не о любви. Я сейчас об этом исчезе ада, которая разбила сейчас миллионы сердец. Мне говорит, кто-то там пишет, Лилечка, не заводитесь. Да? Неужели? А ты посиди в подвале. Так это еще, слава Богу, мы еще уехали оттуда вовремя. Мы как бы... А те, кто... Ой. Ладно, вы видите, я даже не хочу говорить вслух. Не хочу. Вот. Так вот, те, которые пишут, типа, не заводись там и все такое прочее. ну вот я просто советую съездить в Киев, да в любой город Украины, потому что бомбятся и обстреливаются крылатыми ракетами все города Украины. И не говорить об этом я не могу. И не думать об этом я не могу. Я не могу, пока это все происходит. и даже если он все-таки не накроет мир, если он не развяжет ядерную войну, а он может. Это же вообще я никогда не думала, я никогда представить себе не могла, чтобы вот так вот взять и напасть на Украину. За что? За то, что мы другая страна, за это нас надо уничтожить. Раз, два, три. Три вагончика. Исчатие ада. Вот этих существ, которые пишут на такие комменты, я их блокирую. Блокирую. У меня, знаете, у меня уменьшилось количество подписчиков. У меня было больше 8 тысяч, сейчас у меня 7 900 с чем-то. Вот, я их блокирую беспощадно. Вот. Да мне все равно, Господи. Мне, как это, я как могу, так и искореняю зло. как я могу искоренять зло? Ну, хотя бы заблокировав вот этих вот, вот этих вот существ, которые поддерживают исчазие ада, которое было рождено раньше меня. Вот это вот мне сегодня мысль не дает покоя. Он уже был, он уже был среди нас. Он бы мог быть даже моим парнем у нас совершенно небольшая разница в возрасте, как раз очень такая оптимальная для того времени. Даже трудно представить, что вот парень моего возраста или парень, который мог мне нравиться превратиться в такое, хотя он, наверное, не мог превратиться, я думаю, что он таким уже был изначально. Ну, поговорила. И теперь о мирном, да? О мирном. Да, вспоминаю, вспоминаю мирное время, вспоминаю ту беззаботность, ту любовь всеобъемлющую ко всему, что меня окружало. По кофейку, а то кофе уже остыл. Мои дорогие, отвлекаемся, девочки, отвлекаемся, я вам сейчас покажу сумку, хозяйственная сумочка, ну, она дешевенькая, вы сами понимаете, она вот такая вот, как бы, как бы бумажная, клеенчатая, ну, такая хорошенькая, я не знаю, как это отклеить, а, оно не отклеивается, это вчера, чтобы положить покупки, мы уже купили вот эту сумку, вот я хожу с торбочками, сейчас еще, и из Николаева, из Киева, я также взяла с собой еще вот эту сумочку, в ней у меня что было, я уже забыла, что у меня, а, в ней у меня была та моя сумочка с документами, короче, короче, у меня была одна сумочка леопардовая вот такая вот, и одна вот эта, в которой лежала сумочка с документами, вот, такая расшитая, видите, блесточками, стеклярусом, или, как у нас говорили раньше, бисером, бисером, это получается, она вообще из Николаева приехала в Киев, а из Киева приехала сюда, в Польшу, по кофейку моя хорошая, ну и все, и на этом я буду заканчивать сегодняшнюю болтолог, сегодняшняя болтологическая так, в общем, друзья мои, я желаю вам всем хороших мыслей, хороших воспоминаний, хорошего сегодняшнего дня, и завтрашнего, и прекрасного будущего, всех люблю, добрых людей, добрых, адекватных, всем здоровья, пока-пока, и пока-пока, пока-пока,